Я сегодня буду немножко рассказывать про Flipped Classroom и отвечать на ваши вопросы, которые мне вы написали по поводу Flipped Classroom. Расскажу немножечко предысторию того, как вообще я решила на неё перейти. Дело в том, что где-то в 2015 году, наверное, я решила сама сдавать... Привет, Наташа! Я в 2015 году решила сдавать CEI и, в общем-то, решила искать тогда преподавателя. Для того, чтобы сдавать CEI. И я просто немножко отвлекаюсь на то, что присоединяются люди. Спасибо за сердечко. Вот, рассказываю, как вообще... Начну заново. Я, может быть, тогда обрежу видео. Рассказываю о том, как я начала Flipped Classroom и как вообще я на него перешла. Начну заново. Я в 2015 году решила сдавать CEI. Это, в принципе, моя была lifelong ambition, можно сказать. Я помню, я ещё в 2008 году или 2009 хотела к нему уже готовиться. Даже начинала с преподавателем работать. Ну, как-то вот так не срослось, не пошла сдавать. Мы тогда, я помню, работали по AppStream. У меня с тех пор к нему не любовь некоторая. Вот. И решила я в 2015 пойти готовиться. И мне повезло. Очень сильно. Я, помните, вам рассказывала про форум, который... Здравствуйте, обязательно сохраню. Вот. Рассказывала вам про форум. И там была одна преподавательница. Очень-очень-очень грамотная. Она всем очень отвечала. То есть, прям такие были посты, что вот методически такой подкованный преподаватель. Я просто зависала на форуме, читала все абсолютно её посты. И мне как-то повезло случайно найти её на Фейсбуке. Там, конечно, на форуме как-то нельзя было это сделать. Но я случайно её нашла. И там как раз был набор на курсе ИИ. Я решила, что вот, это моя... В общем-то, это мой шанс. Я, конечно же, left at the opportunity, просто сразу же пошла на этот курс. Но тогда со мной ещё была другая преподаватель. То есть, в группе мы должны были заниматься в паре. И вот моя преподаватель FCE. Она как раз-таки мне посоветовала не перескакивать, а сдать сначала FCE, а потом CE. Ну, видимо, она поняла, что наш уровень всё равно до CE не дотягивал. И всё равно мы бы так хорошо бы не сдали, не подготовились. Я думаю, что это была хорошая достаточно идея. Я нисколько не жалею, что я тогда начала готовиться к FCE. Знаю форум, который закрылся. Я этот комментарий читаю. Да, который закрылся, да. Очень хороший был форум. И это просто были бесценные, бесценный форум. Сейчас, я знаю, есть какая-то копия, но я его уже не читаю. Как-то так уже не то. Поэтому всё, уже есть ВКонтакте. До этого я ВКонтакте не сидела, потом начала. Вот. И начала я готовиться к FCE с этим преподавателем. Я её очень уважала и уважаю просто. И я считаю, что как раз-таки тогда, когда это вот то, что я попала на тот курс, это просто огромное везение. Я даже не могу это выразить словами, насколько это было огромным везением. Потому что как раз-таки тогда моя преподаватель, она с вами как раз-таки и практиковала то, что мы на занятиях ничего не делали из учебника. Мы сами там дома делали домашку. Это мы шли по Gold First. А на занятиях у нас уже был вывод в речь. Но в основном там были такие занятия, что мы именно тренировали разные-разные типы вопросов. Я помню, первые три месяца было всё про музыку. Я ненавижу сговаривать про музыку. Это просто для меня кошмар. Спорт и музыка – мои самые нелюбимые темы. Но из-за того, что в Gold First там первый юнит был про музыку, и вот мы эту музыку обсуждали три месяца, ну там были разные вопросы, именно стратегии экзаменационные. То есть мы всё очень-очень-очень, так сказать, скрупулёзно на теме музыки разбирали все стратегии FCE по говорению. Ну и в общем-то тогда я поняла, что вообще так можно было, что учебник делать самой, а на занятиях именно выводить там в речь, работать над продуктивными навыками. И в общем-то с тех пор, ну то есть это было 6 лет назад, я, собственно говоря, всех своих учеников начала переводить именно на Flip Classroom. Но, конечно же, с уровня повыше, то есть где-то на уровне Intermediate, я обычно начинала, ну просто сейчас я уже не работаю с Intermediate, я тогда начинала где-то с середины учебника потихонечку их приводить, то есть какие-то тексты отдавать надо, то есть, ну в таком плане, что если мы читаем что-то дома, то обязательно мы на занятии что-то с этим текстом делаем. Вот, я очень люблю пересказы, я в принципе, ну у нас на FCE курсе преподавателям не было такого, но я пересказы люблю. И я люблю задавать вопросы подробно, я люблю просить рассказать всякий summary, я очень люблю такие, задавать вопросы по достоинству и недостаткам, чтобы, в принципе, разрешаю даже посматривать в текст, прошу всегда выделить красивые слова и выражения, и их всегда использовать. Посматривать можно, потому что, как бы, мы не на экзамене, а мы стараемся вывести в речь всё красивое, всё, что можно. Вот. И, собственно, да, тогда я, не помню, мне кажется, я тогда ещё с Intermediate особо не работала, или даже начинала мне, но мне было достаточно сложно, я помню даже, я пришла и сказала, что, как бы, у меня запрос, мне, конечно, хочется сдать экзамен, но я хочу, чтобы мне было комфортно вести Upper Intermediate. Вот. И, собственно говоря, я этого комфорта добилась. Я помню, тогда я вела по English File Upper Intermediate потом, а потом по Outcomes тоже Intermediate, Upper Intermediate. В принципе, так это было достаточно успешно, ну, даже сразу после курса FCE. Но сдала его на A. Естественно, в принципе, я... как я думаю и что я думаю, когда я выбираю курсы. И, то есть, даже не выбираю курсы, когда я составляю свои курсы. Я думаю о том, что было бы нужно мне, как ученику. То есть, свой, так сказать, идеальный портрет ученика – это я сама. А я сама не люблю... Точнее, я очень люблю делать из учебника упражнения. Я люблю читать, я люблю там разбираться. Я могу, в принципе, сама очень хорошо разобраться со всем. Но у меня проблема, я думаю, такая же проблема у многих. Я знаю, что такая проблема у многих. Это именно прогрессивные навыки. То есть, сложно самой с собой говорить. Да, сейчас вот в рамках своего челленджа по Study Everyday for ZPI я, конечно, сама с собой говорю. Но, конечно, у меня уже за плечами большой опыт и изучения, и подготовки, и так далее. Естественно, я могу это делать. И я, ну, как бы смогла себя заставить. Но это, на самом деле, очень сложно себя заставить. То есть, сесть и сделать упражнения дома, там, reading, listening, грамматику, что угодно. В квизлете что-то сделать – это же гораздо проще. А вот заставить себя говорить, пересказывать, что-то как-то выводить в речь, как-то системно повторять – это достаточно сложно. И как-то весь, всё сопротивляется этому. Даже мне сейчас, в принципе, сложно. И я делаю то, что мне легче. То есть, я понимаю, я делаю то, что мне легче. То есть, вот не хотелось мне там пересказывать в линкес, я даже начала писать эссе только из-за того, что я не хотела это делать. Соответственно, я свои курсы именно строю с мыслью о том, что вот есть такой ученик, которому тоже сложно себя заставить говорить, которому сложно выводить в речь лексику. Потому что, ещё раз повторюсь, сделать упражнение легко. Соответственно, вот я держу этого идеального ученика, себя, как бы в уме, когда я что-то делаю. Так, сейчас я, давайте вспомню. Я, в общем, прямо отвлекаюсь. Кто-то присоединяется, я прям почему-то отвлекаюсь на чат. Но как-то мне на него не смотреть. Я, видимо, ещё не привыкла. Ну, в общем-то, да. То есть, где-то с 2015 года всех учеников я начала переводить. И поняла, что так можно, и что так очень даже эффективно. Что, ну, как бы у меня сработало, у меня за все A. И у меня все и Reading, и Listening я сама занималась. В общем-то, Use of English я тоже сама занималась. И, в принципе, на высоких уровнях ученики это всё могут делать сами. Если говорить про, там, какие-то проблемы, то, естественно, я всегда прошу задавать мне вопросы в чате. Особенно это хорошо, когда у нас групповые занятия, потому что у нас групповые чаты. И в чате можно прекрасно задать вопрос. Всегда. То есть, вы просто, как бы, не останетесь одни. И я, честно говоря, поэтому очень люблю групповые занятия. И, в принципе, сама, если честно, попробовав групповые занятия, я уже никогда индивидуально не буду заниматься. Я вот даже не представляю себя на занятиях индивидуально, потому что я считаю, что это просто скучно. Я не знаю, как вы. То есть, вот реально индивидуально скучно. Так, есть преподаватель, понятное дело. Но есть ещё и другие ученики, есть другие одногруппники, с которыми можно пообщаться. У них всегда очень интересные идеи. Кто-то может по-другому как-то смотреть на какое-то задание. То есть, это реально очень интересно. Соответственно, только групповые занятия для меня, вот, больше, больше, больше ничего. Вот. То есть, я учеников прошу, не то, что я их оставляю, говорю, сделать там получебника и всё. Нет. То есть, они, у них есть чат. Они могут задать вопрос. Если я задаю вопрос в чате, у меня есть ещё и отдельная группа для всех учеников, потому что у меня очень много учеников в СИИ. Я уже в прошлый раз говорила, что, в принципе, я, когда создаю какие-то курсы, я всегда думаю о том, что мне надо, как бы, я буду вести на много учеников. То есть, я иногда даже в закрытой группе, если есть какой-то вопрос по тесту интересный, этот вопрос публикую в закрытой группе, чтобы не только один человек узнал ответ от меня, но все подумали, потому что это полезно для всех, когда какие-то заковыристые вопросы, это полезно всем. Вот. Как прям сложно не отвлекаться на чат. Так. У меня был вопрос. Вы занимаетесь раз в неделю, этого достаточно? Этого достаточно, если... Это как раз-таки вот занятие. То есть, мы 90 минут занимаемся тем, что мы выводим в речь то, что ученики учили дома. То есть, вот они делали половинку юнита из учебника дома. Там reading, listening, какая-то грамматика. Вот. Writing я прошу пропускать, потому что я даю свои собственные там какие-то разработки. У меня там видео есть записанные, есть теория из upstream. Вот. И раз в неделю мы занимаемся только, соответственно, выводом в речь того, что было в учебнике из домашних заданий. И, в принципе, тут получается очень классная повторяемость всегда, потому что получается, как ученики сделали что-то дома, мы на занятии пересказываем, отвечаем на вопросы, разные задания, делаем на лексику, чуть-чуть грамматики, потому что, на самом деле, на C1 грамматику уже знают, то мы добавляем только какие-то продвинутые конструкции, в принципе. То есть, над грамматикой мы особо на C1 не работаем. Что еще? Listening мы всегда обсуждаем. То есть, нет такого, что мы прочитали, послушали, и это как-то осталось там вообще никак не задействован на занятиях чаще всего. Какие-то я, бывает, пропускаю, потому что там бывают неинтересные, либо мало слов, либо, ну, в принципе, сам какой-то текст был неинтересный. Но это, на самом деле, редкость. Именно в Expert Advanced очень-очень-очень хороший и listening, и reading, и все обсуждаемо, все очень хочется вывести в речь. И этим мы 90 минут на занятиях занимаемся. Соответственно, получается, вот они делали, еще раз повторюсь, сделали домашку, на занятии мы что-то делаем с этой лексикой, грамматикой и так далее. С тем, что они, с чем они работали дома. Дальше. На дом у нас Student Resource Book. Соответственно, в хорошем учебнике в Student Resource Book какая-то повторяемость лексики есть. То есть, все равно, что-то задействовано из того, что они уже смотрели и на занятии, и дома в прошлый раз. Делают они Student Resource Book. Далее мы приходим на занятия, следующее, делаем какое-то повторение из того, что мы брали на прошлом уроке. То есть, если мы там текст пересказывали в прошлый раз или как-то его обсуждали, то мы повторяем лексику из текста на разных упражнениях. Точно так же и с Listening. Если мы в прошлый раз Listening обсуждали, у меня уже ученики знают, что мы лексику из этого Listening будем как-то на уроке в следующем повторять. Соответственно, вот мы работаем с их домашним заданием, повторяем прошлое, новая домашка. Еще половина курсбука они делают на домашнее задание. Опять-таки, на занятии мы что-то как-то пытаемся вывести в речь. Но это не только, естественно, то есть фокус занятий не только на том, чтобы вывести исключительно лексику из учебника, но и, естественно, functional language разный, и разная грамматика продвинутая. Это, в принципе, все, что нужно знать и тому, что нужно научиться. Если говорить про начало занятий, то я потихонечку ввожу. Сначала, если говорить про экзамен, то мы работаем над стратегиями по Speaking Part 1, Speaking Part 4. Потом во втором юнити тоже... А, нет, еще у нас... В первом юнити у нас будет Speaking Part 2, когда у нас картинки. У нас прям целое занятие, только картинки. Мы им научимся, потому что там нужно speculate, compare, answer to questions. То есть это не так и просто. Но на одном из занятий мы вот прям работаем над тем, чтобы только-только-только научиться стратегии по работе с картинками. Вот. Потом во втором юнити тоже как бы я беру какой-то фокус и смотрю, какой у меня будет фокус в стратегическом плане. Чему нам нужно научиться там. Например, работаем только с Speaking Part 3 в основном. И как-то я ее потихонечку ввожу. Вот. В принципе, стараюсь так всегда как-то равномерно распределить на весь курс то, что нужно ученикам иметь в конечном итоге. Например, я вам показывала, наверное, не знаю, если вы ВКонтакте, во ВКонтакте на меня подписаны. У меня прям... Я очень люблю посты с Functional Language по обсуждению проблем. Там всякие Causes, Results, Solutions тоже я это ввожу постепенно со второго где-то юнита. И на разных-разных заданиях мы учим вот такую... Такой Functional Language. То есть, именно фокус на то, что ученики не могут сделать сами. Или то, что сложнее сделать самим. Потому что реально речь вывести сложно. То есть, это нужно... Не знаю. Это нужно очень большую самоорганизацию иметь. Вот. Поэтому я строю курс так, чтобы не нужно было над этим думать ученикам. но... Reading, Listening, всё, что в учебнике, всё дома. Из-за того, что занятия только 90 минут, я никогда не даю возможность задавать вопросы на занятии. Потому что просто на это нет времени. У меня настолько много того, что мне нужно на занятии сделать именно... Что-то вывести в речь, что-то потренировать. Поэтому никогда не... Прям вообще строго. Я раньше отвечала на вопросы на занятии, и потом просто мы не успевали ничего сделать из того, что я хотела сделать. Поэтому сейчас все вопросы только в чате. Только в чате. Там, когда угодно. В чате обсуждаем все вопросы, а на занятии только уже именно полезность. Полезность и ничего кроме. Так. Это был вообще ответ на вопрос достаточно ли раз в неделю. Ну, в принципе, достаточно. Достаточно раз в неделю. Домашка большая. Я еще даю после занятия запись аудио. То есть какая у меня в принципе мысль. Если мы на занятии что-то делали, разбирали какие-то стратегии, там, говорили о достоинствах, недостатках, например, очень хорошо бы дома как-то это повторить. Поэтому я всегда присылаю презентацию самого занятия, потому что я веду по занятиям у меня гугл-презентация и я говорю, что вот выберите любые вопросы с таких-то слайдов. Моя мысль в том, что ученики, когда они будут выбирать вопросы, во-первых, посмотрят, что мы делали на занятии. Это раз повторение еще из тех многочисленных повторений, что у нас есть. И естественно в течение недели запишут мне аудио. Я их проверять честно скажу очень не люблю, очень не люблю. И я даже в принципе какое-то время назад хотела убрать эти аудио из курса, потому что не люблю я их. Это много времени занимает, это нужно как-то вот найти время на эти аудио. Но из-за того, что именно фидбэк учеников очень-очень хороший, а я очень часто опрашиваю, где-то раз в полгода опрашиваю всех учеников о том, что им нравится, что не нравится, что они считают нужно улучшить, что нужно исправить. И в принципе все всегда пишут про эти аудио, что им очень нравится, хотя некоторые не любят, но они все равно делают и понимают, что это, насколько это помогает. В общем-то вот я эти аудио не убираю. И это одна еще из один из плюсов. То есть да, раз в неделю, но есть вот эти аудио. еще у меня есть разговорный клуб для учеников, тоже для всех. Опять-таки, в чем прелесть того, что я веду только-только высокие уровни, то есть вот advanced proficiency у меня сейчас, это тем, что я могу просто абсолютно всех учеников раз в неделю делать курс, клуб разговорный, и как бы туда могут прийти абсолютно все ученики. Вот, и у меня даже старые туда ученики приходят, которые закончили курс и уже не занимаются как бы у меня, но я, в принципе, с удовольствием вижу, люблю, когда приходят. Поэтому в данном случае, да, одного раза абсолютно достаточно, даже если не приходить на разговорный клуб, то ничего страшного, все равно этого раза достаточно. То есть я могу сказать, что прогресс за год очень хороший. Не знаю, какой бы был прогресс, если бы там был курс короткий, но из того, что курс год, у нас повторяемость, мы повторяем, а я вот рассказывала, очень классно у меня есть задание, опять-таки, на повторение, и Наташа, если ты смотришь, это твое задание, Натали. Да, Натали мне как-то написала и говорит, что вот было бы классно, если бы мы еще пересказывали и записывали аудио. Я, конечно, сначала так не очень восприняла эту идею, потому что я подумала, мне еще и пересказывать и слушать, кроме аудио, домашних заданий, еще что-то, чтобы не проверять, а потом подумала, что это нужно отдать на peer assessment, и где-то в середине курса, и сейчас я тоже это делаю, прошу прям любой текст или любое аудио пересказать. и очень на самом деле классно получается. У меня были группы, которые прям вообще это очень-очень делали ответственно, и друг друга слушали, и получается так, что они пересказывают что-то старое, записывают себя, повторяют, и когда еще и своих партнеров слушают, точно так же повторяют, повторяемости очень много, очень-очень-очень много. И на самом деле вот из expert, например, этой лексики абсолютно достаточно для того, чтобы сдать очень хорошо, если хорошо заниматься, то мне кажется, даже на C2, для актива C2 абсолютно достаточно того, что там есть. Вот. Это был ответ на вопрос достаточно ли раз в неделю. Но вот хочу сказать по поводу у меня тут был вопрос, вы мне задавали вопрос по... Я не найду, сейчас уже почему-то нет. Был вопрос по поводу того, что подойдет ли Flip Classroom для неактивных подростков. Я, если честно, не знаю, потому что у меня я-то работаю только со взрослыми, и о подростках ничего не знаю. То есть даже вообще не могу ничего сказать абсолютно. Никогда не пробовала, и... не знаю. А, ну вот на самом... Единственное, что я смотрела на выходных конференцию, какую-то конференцию, не помню, откуда, какой-то платформы, и там преподаватель говорила, что она на самом деле к ЕГЭ готовит тоже по Flip Classroom. И вот тоже работает, видимо. Мне кажется, надо смотреть. то есть это зависит от человека. Кому-то подходит, кому-то нет. Нужно пробовать, мне кажется. Но в любом случае какие-то элементы можно вводить. Как я уже говорила, где-то с уровня Энди Милет, я вводила какие-то элементы, и на АП Энди Милет у меня уже был только Flip Classroom на занятиях. То есть делают дома, а на занятии мы что-то там выводим. Конечно, это очень тяжело в плане подготовки занятий, потому что с каким-то креативом нужно к этому подходить, и в принципе это достаточно сложно, но приносит свои плоды. И опять же, как я говорила, я идеальный для себя, я идеальный ученик. Тот, которому легко сделать что-то там из учебника, но сложно вывести самой в речь. То есть себя заставить очень сложно. И вот для таких учеников в принципе я таких учеников имею в виду, когда я веду этот курс. С какими учениками этот метод не сработает? И бывало ли, что ученики уходили, так как им метод не понравился? Да, у меня несколько, по-моему, может быть, парочка учеников было, которые сказали, что они дома ничего не делают и чувствуют, что просто так зря приходят на занятия из-за того, что не могут себя дома заставить ничего делать. Хотя, конечно, если говорить про групповые занятия, все равно больше мотивации, потому что в принципе прелесть групповых занятий в том, что вы какую-то лексику интересную слышите всегда от своих одногруппников. Она хорошо, кстати, запоминается, потому что кажется, а что, вот как это красивое такое слово мой одногруппник использовал, а я-то что? И оно как-то вот так хорошо достаточно откладывается, на самом деле, то есть я даже, когда сама занималась в группах, когда готовилась цепи, то есть вот прям хорошо лексика запоминается из того, что используют одногруппники часто, потому что у нас у всех есть любимые слова. Вот, ну, уходили, да, то есть не всем подходит, но мне кажется, нет такого, что какого-то универсального метода, который подойдет абсолютно всем. И, в принципе, я не особо расстраиваюсь, потому что, ну, мне кажется, что на каждого преподавателя и на каждый курс своя аудитория, просто нужно свою аудиторию найти. Вот. Так, 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 сейчас смотрю просто вопросы. Так, что тут еще было? Где вы узнали про этот метод и когда решили, что пора его опробовать? что-то где-то тут было, что советуйте почитать и посмотреть по этому методу? Я, если честно, не могу уже сказать, я, на самом деле, я такой поглотитель всяких вебинаров, конференций и всего, что можно. То есть, если есть слово, там, не знаю, экзамены где-то в каком-то вебинаре, если есть вебинаре слово, там, speaking, или writing, то все, я там. И, соответственно, вот за эти годы я настолько много всего пересмотрела, что я даже не знаю. Из того, что можно почитать, я, мне очень понравилось How to teach vocabulary. То есть, вот, ее я советую, да. Я даже думаю ее перечитать, потому что все равно, мне кажется, если мы один раз читаем, мы можем на что-то не обратить внимания, и второй раз я там даже выделяла себе, делала закладки, и какие-то вещи, я, в принципе, вот, если говорить про задания на лексику, из того, что мы будем в речь на курсе, на том курсе, который я веду, я некоторые задания и идеи брала именно из этой книги. How to teach vocabulary. Вот. Так, мне кажется, больше вопросов и не было. Так что, в общем-то, ученикам очень нравится, у меня очень хороший фидбэк. я прям советую, собирать фидбэк от учеников, он у меня анонимный, я сделала опрос в гугл-формах, и там у меня вопросы, что вам нравится, что не нравится, почему не нравится на уроках, в домашних заданиях, что нравится, что не нравится, есть ли какие-то организационные моменты, которые смущают, и что-то можно было бы сделать по-другому. Вот. И, соответственно, я с удовольствием всегда читаю. Очень много из того, что я исправляла на своем курсе, это из как раз-таки фидбэка учеников, за которые я очень благодарна. То есть, вот, прям очень-очень мне нравится это делать. Например, вот закрытая группа, которая у меня есть для учеников, это была одна из идей, которую мне предложили ученики. Вопрос из чата. А вы к какому акценту больше склоняетесь, американскому или британскому? на самом деле это очень сложно, потому что в принципе, мне кажется, очень-очень сложно, потому что я, мне больше нравится британский, но из-за того, что все, абсолютно все сериалы на американском, американские сериалы, поэтому очень-очень сложно вычленить и не говорить что-то с американским акцентом, потому что, поэтому, мне кажется, если есть вот такой запрос, именно как-то приблизиться к какому-то из, нужно целенаправленно заниматься, потому что, если вы просто так вот, как я, в общем-то, говорю, как говорю, то будет несколько немножечко мешанины. Конечно, я стараюсь себя отлавливать, в основном, если я смотрю, то я учу британское произношение, но все равно американские сериалы, они, конечно, в речи дают о себе знать, и, да, ну, я не считаю, что это какая-то прям большая проблема, потому что все-таки, ну, мы же учим не для того, чтобы, там, чисто с британцем британцами или американцами разговаривать, а в принципе, того, чтобы, там, как-то коммуницировать с людьми, даже теми, кто не native, вот. Следующий вопрос. Вы во время урока как часто исправляете ошибки учеников, есть ли такие, кто тяжело воспринимает исправление ошибок? На занятиях я не исправляю никого. То есть, я могу там, если какая-то, то есть, как я вообще делаю? Слушаю учеников. Если это какая-то прям такая, то, что мы, например, какой-нибудь conditional или инверсию какую-нибудь проходим и ее вводим в речь, это я исправляю, потому что это у нас как бы target language на занятии и то, что нужно, чтобы было правильно. Если это что-то такое, что не фокус урока, то я не исправляю, но я, бывает, пишу в чате, либо, например, если я разделила учеников, я их слушаю, что-то записываю, и когда мы возвращаемся, я говорю, что вот такое-то было, давайте подумаем, как правильно, либо сразу же говорю, что вот надо не так, а вот так. Если это произношение, то просто спрашиваю, а как же правильно произнести, не говорю, кто эту ошибку совершил, потому что я сама не люблю, когда меня исправляют, если честно. Это не всегда приятно, и, ну вот, не люблю я, я на это не очень хорошо реагирую сама, хотя я понимаю, что, да, как бы я пришла учиться, и надо учиться, но я всегда расстраиваюсь, если у меня какие-то ошибки, поэтому я как бы учеников не исправляю, не хочу никого как-то вот так put on the spot, поэтому просто как бы говорю, что вот, услышала такое, надо так, или давайте вспомним, как надо лучше, все. Если говорить про домашку, там уже аудио, именно домашнее задание, которое я проверяю, там уже, да, там уже я исправляю, но это one-to-one situation, тут я в чате отправляю feedback, вот. Есть еще какие-то вопросы? Так, сейчас посмотрю, может, у меня еще есть тут вопросы? Что я же сегодня? Так. Нет, все, больше не вижу. у вас есть шансы еще написать вопросы, потому что я тогда буду заканчивать, наверное. флипт-классурум, но вот флипт-классурум, это просто моя любовь. Я, конечно, считаю, что если это одно занятие в неделю, то очень сложно сделать и вывести в речь, и почитать, и разобрать стратегии, и так далее. Но я один раз написала, например, стратегии, у меня ученики все взрослые, они абсолютно нормально справляются со всем. Если не справляются, вот я говорила, что мы можем в чате все обсудить всегда. У нас есть отдельный чат для тестов, где мы делаем тесты, где-то начиная с пятого юнита учебника, и там тоже можно задать вопросы, если что-то непонятно по тестам. И тоже хорошая идея, потому что получается, все ученики, даже если они на разных юнитах учебника, ну, начали уже делать тесты, мы делаем один тест, и, в общем-то, никаких проблем нет. То есть, всегда можно спросить. Да, Алина, спасибо, я рада, что ты тоже фанат. Вы тоже фанат. Sorry. Да. Сейчас я посмотрю. Как относитесь к переводу на русский? Вопрос. Допускается ли переход на русский на уроке, есть ли какое-то выражение непонятно? Я, в принципе, к переводу на русский неплохо отношусь, если это низкие уровни. То есть, я, на самом деле, никогда не мучила ни себя, ни учеников, и бигинеров не учила грамматики через только бесприводной метод. Я не считаю, что в этом что-то такое ужасное. Если я быстро могу объяснить грамматику на русском, или что-то на русском, то не вижу смысла полчаса как-то там мучиться, чтобы это объяснить на английском или там на пальцах как-то. Но это, я думаю, что я знаю, в каких-то школах это не приветствуется, но в этом, в общем-то, прелесть, вся прелесть частного репетиторства, что можно делать то, что считаешь нужным. А я считаю, что в русском на уроке нет ничего ужасного. Да, конечно, на уровне, там, это если говорить про beginner elementary, я могу что-то, могла что-то абсолютно спокойно объяснить на русском, без мучений, но, естественно, вся практика, все вопросы на английском, то есть много-много-много практики речи на английском, но вот объяснение, если это можно быстро объяснить на русском, то почему бы и нет. Я знаю, что, конечно, ученики, даже у учеников есть такое, что они как-то так не очень-то воспринимают, но я всегда объясняла, то есть, если вы beginner, зачем мы будем тратить время, полчаса времени на занятия, чтобы объяснить то, что можно за пять минут рассказать на русском, и гораздо лучше потом потренироваться на английском уже именно тренировать речь эти полчаса лишние. На высоких уровнях нет уже, нет, я объясняю, если мы что-то объясняем, мы объясняем только определение на английском уже, то это уже нет. И, в принципе, я считаю, что на низких уровнях, да, можно пользоваться переводами, на высоких уровнях уже нет, это не очень хорошая практика, и даже вот в этой книге, которую я сегодня упоминала, How to teach vocabulary, даже там говорилось, что в принципе это лишний лишний этап. Именно перевод на русский это лишний этап между пониманием и ну как, между английским и пониманием того, что вообще написано или сказано, и то же самое это лишний этап между вашими мыслями и собственно речью. То есть, если русский задействован, то ну как бы это просто больше времени и меньше флюенсий. Поэтому я могу сказать, что я в общем-то не перевожу ничего сама никогда. То есть, нет мне как-то, нет у меня желания перевести на русский. я всегда просто читаю примеры, читаю определения и как бы воспринимаю это так. То есть, я считаю, что просто нужен большой, большой, большой input, exposure, то есть, нужно много раз встретить, и это уже как-то осядет, и понимание придет. Ну и, естественно, для каких-то слов обязательно нужно смотреть контексты и определения, потому что там не всегда бывает даже из контекста понятно, что это такое. там какие-то shades of meaning можно не понять, то есть, хорошо посмотреть определение. Ну и, в принципе, кстати говоря, эти shades of meaning можно не понять, если переводить на русский, потому что вот очень часто, прям, есть очень частая ошибка, я о ней говорила, on the contrary, если ее просто перевести, очень часто источник ошибок и прям вообще, я если вижу on the contrary, я знаю, что чаще всего будет неправильно, я буду исправлять, потому что on the contrary, вот посмотрите в словаре, посмотрите, удивитесь, что это не синоним on the other hand. Так, следующий вопрос. почему в чате по книгам Blinkist мало кто присылает аудио, люди стесняются себя записывать, на ваших уроках все записывают свои мысли или тоже по желанию? на уроках, на уроках записывают, когда аудио, то присылают их мне лично, то есть, поэтому как бы нет какого-то стеснения, потому что это услышу только я. если говорить про вот эти пресказы, которые на peer assessment я даю, то да, там не все присылают, но на самом деле это мы начинаем где-то с середины учебника, и к середине учебника все уже друг друга знают, все уже друзья, очень такие теплые, хорошие отношения в группе, поэтому нет никакого стеснения там какое-то аудио записать, потому что все уже друг друга хорошо знают, то есть, и мне на самом деле очень нравится смотреть на фидбэк, который дают, то есть, очень такой теплый, я всегда говорю, что only two positive things, то есть, вообще мы друг друга не исправляем, то есть, ученики друг друга не исправляют, но в фидбэке пишут только позитивное, и то есть, очень-очень хороший получается такой фидбэк и по-хорошее задание. Так, а почему в чате по книгам Блинкест мало кто присылает? Ну, я вот как раз-таки думаю, что из того, что в чате по Блинкест там 100 человек сейчас, и друг друга мало кто знает, и в принципе достаточно так, мне кажется, на английском, ну, может быть, да, стесняются тоже записывать, но я знаю, что, ну, если стесняются записывать, то это можно просто сделать для себя, то есть, саму с собой поговорить, можно не присылать. Ну, а те, кто присылают, молодцы, я с удовольствием, между прочим, в этом чате слушаю, все очень классно пересказывают, мне прям очень нравится. А стеснение? Ну, стеснение, конечно, есть, то есть, даже я, когда начала свой аккаунт вести на английском, тоже я немножко стеснялась, и бывает, там, запишешь, потом пересматриваешь, или есть ошибки, и, конечно, так, немножко стеснительно, но они есть у всех, у всех есть ошибки, то есть, их стесняться не надо, конечно, неприятно, когда тебе на них указывают, и даже если ты сама об этом знаешь, ну, потому что я записываю, слушаю, и потом смотрю, о, запропустила тут я артикль, ну, бывает, то есть, это абсолютно нормально. Ну, вот да, ты пересказы по желанию, но мне кажется, все равно, если говорить про Blinkist Club, то я думаю, что он очень полезный, потому что мы там тоже, получается, занимаемся интервальным повторением, то есть, мы на неделе учим словарь, потом мы в какой-то день слушаем книжку, на следующий день мы ее пересказываем, через неделю мы делаем повторение, кстати, вот мы в воскресенье делали повторение, очень прям довольны были, я на самом деле думала, что это простое задание, там, сделала упражнение, на то, чтобы там ставить пропущенные слова, через день сама делала, самой было сложно, вот, но хорошее знание получилось, я прям довольна, через, получается, через неделю мы повторяем, через две недели еще какое-то будет повторение, пока я еще не придумала, какое, я придумаю, что-нибудь, и через месяц еще будет повторение, чтобы именно вот эти слова все отложились, все хорошо, ну, и на занятиях с учениками тоже получается, я рассчитываю так, что у меня один модуль, это пять занятий, то есть пять недель на один модуль учебника, это получается половинка, половинка учебника, половинка рабочей тетради, вторая половинка учебника, вторая половинка рабочей тетради, и далее, пятое занятие, это всегда повторение, на первых занятиях, ну, как бы первые модули курса, у нас повторение всегда основано на, именно там, на том, что мы делали предыдущие занятия, Ближе к концу курса повторение уже больше именно на то, чтобы прогнать все части speaking. Я, конечно, стараюсь подбирать вопросы такие, ну, в основном я подбираю вопросы именно по теме юнита, но там мы уже прогоняем все теми, все speaking part 1, part 2, part 3, part 4. Вот, то есть фокус именно на том, чтобы потренировать уже экзаменационные экзамены. Так, сейчас, если... Следующий вопрос. Спасибо большое за вопрос, вы прям просто... Я вам очень благодарна, вы мне столько вопросов задаете, очень интересные, спасибо. Если у вас место освобождается, как вы находите замену, есть ли какой-то лист ожидания? В принципе, это счастье иметь в ВКонтакте, потому что у меня там 13 тысяч подписчиков, и мне часто там, в принципе, пишут, хотят заниматься, ну, и я... Если у меня вдруг кто-то, место в группе освобождается, то я пишу тем, кто мне писал. Либо делаю просто объявление в группе, говорю, что вот у меня в такой-то группе есть место. Вот. У меня, например, по-моему, будет место по пятницам в 10.30, где-то недели через три, потому что ученицами стало заранее, что она не будет продолжать, и мы, по-моему, я не помню, мы там на седьмом июне, по-моему. Так что, если у вас скоро сдача, в конце года можете присоединиться, написать мне. Есть ли лист ожидания? Ну, в принципе, я в последнее время даже не делаю объявления о наборе, очень редко его делаю, а просто пишу тем, кто мне писал, интересовался. Я там отмечаю их звездочкой в группе ВКонтакте. И пишу тем, кто мне писал, интересовался. Я им пишу, что вот я буду набирать такую-то группу, хотите или нет. Даю тесты. У меня тест на грамматику. Минимум для АЦ1 у меня B2 тест. Потом у меня тест EFset. Но я, честно говоря, его не очень люблю, потому что там часто очень сильно завышает. Но, с другой стороны, если, например, тест EFset up intermediate какой-нибудь там или вообще intermediate, то как бы явно понятно, что ученик в группу C1 не подходит. И еще я прошу написать эссе. Эссе я прошу, не прошу писать там по каким-то правилам эссе, что-то такое мне это абсолютно не нужно. Я хочу просто посмотреть, как человек пишет. Вот. То есть, тест на грамматику, EFset и эссе. Вот так. И, да. Так, круто, что вы выходить стали в эфиры. Я только сегодня опоздала. Мне, на самом деле, тоже очень понравилось выходить в эфиры. Прям очень интересно, потому что такие интересные вопросы. И я с удовольствием всегда вообще делюсь какими-то своими размышлениями на разные темы. И я настолько, я настолько люблю Flipped Classroom. Вы себе не представляете. Как смириться с тем, следующий вопрос, что всегда будут податься новые слова, какой бы уровень английского ни был, и то, что слова забываются. Вы что-то писали об этом? Это нормально. То есть, в принципе, даже когда ученики смотрят, что у нас такой объем огромной лексики, там даже в одном тексте, который мы вроде как на занятия берем, там очень-очень много красивых выражений, которые хочется все запомнить. Но, естественно, это нереально. Поэтому мы повторяем. Если, например, я беру какие-то вопросы, ну, не знаю, там, например, вопросы решения, принятия решений, то мы всегда бронестормим слова, которые можно использовать из тех, что у нас были. То есть, естественно, мне для этого нужно эти слова помнить. Ну, я уже столько раз завела этот курс, что я учебник знаю уже наизусть. Я уже знаю, что если вы мне скажете какое-нибудь слово, я уже знаю, откуда, в каком месте в учебнике оно было. Поэтому, в принципе, легко. Я всегда напоминаю, или мы именно бронестормим какие-то выражения, там, например, ну, даже к слову difficult, которое все время повторяется. И я даже делала пост и говорила, что да, тут есть синонимы, которые нам нужно знать. Там всякие difficult, important, easy, какие-нибудь, не знаю, эффекты, impact, problem. К этим словам нужно знать синонимы. И мы так постепенно их, в принципе, учим. Ну, а так, да, надо смириться с тем, что они забываться будут, попадаться новые и забываться. И не... ну, это нормально. То есть, ну, чем вы больше будете слушать, читать, тем реже они будут сбываться. Потому что, например, вот мне очень нравится Blinkist тем, что там они любят повторять одни и те же слова. То есть, вот у нас там было где-то вначале tap into, опять тут у нас tap into. Тут у нас были hurdles, опять hurdles. То есть, вот они... Мне кажется, я почему-то подозреваю, что, может быть, какой-то когда редактор один и тот же. И, в принципе, у нас у всех есть какие-то любимые выражения, которые у нас вообще везде всегда. И я вот думаю, что в Blinkist там то же самое. И прямо там очень часто какие-то выражения повторяются. И это прекрасно. Потому что это, значит, те выражения, которые у нас впоследствии будут тоже в активе. В принципе, не могу сказать, что какая-то огромная повторяемость есть в Express Advanced, например. Но эту повторяемость мы обеспечиваем как раз таки под тем, что я до этого говорила. Пересказами, выводом речи, разными-разными способами. Ну, опять-таки, вот у меня есть таблица. Как у меня ученики говорят, волшебная таблица. И там тоже вот у меня квизлеты, задания. Точно такие же, на самом деле, квизлеты, как я сейчас делаю для Blinkist Club. У меня, в принципе, похожие квизлеты и таблица для учеников. Привет, спасибо большое. Да, то есть... И, опять-таки, можно вот в таблицу, которая у меня для учеников, туда обратиться, повторять. Потому что повторение, мать-учение, это просто самое главное, чем я руководствуюсь. Потому что, естественно, если не повторять, то есть, если на занятии сделали одно, на следующем занятии другое, на следующем-следующем третье, ну, мне, как ученику, мне очень сложно. То есть, я, вот, реально, мне сложно себя заставить и как-то там концентрироваться. Да, я как раз хотела спросить, кто это. Привет. Привет, Джон. Да, мне сложно, как ученику, делать и концентрироваться на том, что мне надо говорить, и на речи, и что же мне ответить на вопрос, и там еще какую-то лексику вспомнить. Да, конечно, есть совет, что если вы хотите вывести в речь, естественно, это, как бы, ваша ответственность, зона ответственности. И я, например, как преподаватель не могу вас заставить что-то в речи использовать, если вы сами этого не хотите. То есть, это должно быть ваше решение. Я могу напомнить о том, что хорошо бы использовать вот эту лексику, хорошо бы использовать эту грамматику, вот этот линкер тут подойдет. Но если вы сами не захотите использовать это в речи, то ничего не будет. Но в любом случае я строю занятия так, чтобы возможность это была. Я себе напоминаю, что вот есть вот такое слово, которое можно использовать, есть вот такая грамматика, особенно в начале курса. Я так потихонечку эту грамматику, чтобы было желание, и напоминаю, что нужно использовать. Такая у меня еще была мысль. Так, следующий вопрос. Вы можете примерно предсказать, как каждый из учеников сдаст экзамен, например, в части Writing, не рассчитывать больше, чем 180 или 210? Ну, 210 это максимум за C, если говорить про C, а CP у меня еще никто не сдавал. Я очень жду, когда же кто-нибудь сдаст, это очень интересно. По поводу предсказания. Вот у меня есть таблица для подсчета баллов, то есть мы с четвертого месяца, или пятого где-то месяца занятий начинаем делать тесты и заносим свои результаты в таблицу для подсчета баллов. Ой, спасибо большое за вопросы. Спасибо, что задаете. Очень интересно отвечать. Вот. Мы делаем один тест use of English в неделю и один reading, listening в месяц. И заносим в эту таблицу. И, соответственно, в эту таблицу я прошу заносить не просто там количество, общее количество, а именно по частям. Потому что тогда можно отсмотреть статистику и посмотреть, например, у вас во второй части что-то все время какие-то ошибки и очень мало правильных ответов во второй части, например. Тогда, естественно, значит, нужно что-то с этим делать. То есть нет такого, что, ну, как бы делаем и делаем, во втором части проблемы, ничего не можем, ну, и как бы и все. Нет. То есть мы ведем эту статистику для того, чтобы именно посмотреть, какая часть западает. То есть, потому что, в принципе, надо смотреть на такую более полную картину, потому что один-два теста, даже три теста, это не показатель, потому что тесты, они очень сильно отличаются по сложности. И может быть даже быть так, что вы в начале курса сделаете тест, у вас там A, в конце курса сделаете тест, у вас там C. Это не значит, что у вас нет прогресса или наоборот. Это просто разные тесты. Поэтому нужно делать их много. Соответственно, смотрим, если у нас в части 2, например, какие-то проблемы, делаем, значит, есть учебники по skills, я очень люблю Macmillan, и делаем, значит, из Macmillan именно только на эту часть. Есть тоже там на listening, если у вас проблемы с четвертой частью, значит, во-первых, нужно обязательно разбираться, почему у вас эти проблемы, что у вас такое, потому что очень часто бывает, говорят, что я все понимаю, но почему-то у меня ошибки там или в какой-то другой части, или там, например, в reading в части 5. Все понимаю, но ошибки. Ошибки чаще всего из-за того, что вы включаете какую-то свою логику или не полностью читаете варианты ответов, потому что, в принципе, мой совет, если говорить про части, например, 5, то есть прочитать сначала вопрос, найти в тексте ответ, а уже потом сверяться с ответами, потому что эти ответы, они очень часто, вот варианты ответов, они очень часто вас сбивают, и вы как бы неосознанно можете случайно найти ответ к тому варианту, который вам больше нравится. И очень часто просто вы не обращаете на мелкие слова в самом варианте ответа, а нужно прямо на все слова обращать внимание. Поэтому я очень советую, если непонятно, всегда спрашивать. То есть вот даже я в группе в ВК создала чат для всех, там, для всех-всех-всех, и я там даю задания, там не пишет никто, но если вы там состоите, и вы не у меня занимаетесь, то спрашивайте в этом чате, вам кто-то может помочь. И интересно, в принципе, не стесняйтесь, можно разобраться именно в чем же у вас ошибка, потому что именно может быть в какой-то логической части ошибка. У меня на самом деле тоже, когда я ко всей готовилась, у меня тоже такое было, что вроде бы как я все понимаю, слова все знакомы, делаю задания, у меня ошибки. Почему, непонятно. То есть я очень ругалась на логику этого Кембриджа, думала, что вообще такое. Но на самом деле оказалось, что я не внимательно когда-то какие-то варианты читала, не ту стратегию применяла. Вот. А когда уже начала с этим разбираться более подробно, чуть-чуть поделала из как раз-таки вот учебников по skills, какие-то задания, то, да, там, ну, тогда уже дошло, так сказать. И, соответственно, вот, да, то есть ведем статистику. Ой, у меня уже осталось. Осталась минуточка, я уже все, заканчиваю. Так, все эти вопросы были сейчас быстренько. То есть предсказать невозможно. Как вы относитесь к тому, что ученики будут пользоваться вашими таблицами презентации после окончания курса, чтобы потом обучать своих учеников? Я не очень хорошо к этому отношусь. Мне не очень нравится, конечно. Вот. Потому что я вложила очень много времени на это.